1 июля завершился основной этап итоговой аттестации 2023 года. В ней принимали участие более 4 тысяч ульяновских выпускников 11 классов, 43 из которых получили максимальный балл по предмету. Это достойная победа, ребят. Надо сказать, что результаты этого года намного лучше, чем в прошлом году. Мы отмечаем, что наивысший балл, мы смогли повысить результаты, получить наивысший балл по русскому языку и по литературе. Наиболее отличившимися учениками, получившими наивысший балл по двум предметам, стали выпускница 20-го лицея Мария Злобина и выпускник школы номер 72 Владислав Заремба. По словам парня, дополнительной подготовкой к обязательным предметам он не занимался. К русскому языку и математике подготовился буквально за два дня до экзамена. Зато подготовки к физике выделил целый год, так как в будущем видит себя проектировщиком архитектурных микропроцессоров. Я до 10-го класса был полностью уверен, что буду программистом, готовился к ЕГЭ по информатике. И в августе, летом, перед 11-м классом, понял, что хочу заниматься чем-то более фундаментальным. И понял, что на самом деле мне все это время нравилась физика. Выпускница 53-й школы Ксения Фомина также уверенно шла за заслуженными 100 баллами. Девушка видит себя учителем русского языка и литературы. Поэтому неудивительно, что со своим профильным предметом она справилась на отлично. Я готовилась два года с репетитором. Я читала много, очень много слушала, учила стихи, почти весь категор выучила. Алексей Русских, поздравив выпускников, выразил надежду, что большая часть из них продолжит свой уже студенческий путь на малой родине. Ведь, как отметил губернатор, Ульяновская область может похвастаться достойным уровнем высшего образования. Я уверен, что вы все эти годы достойно пройдете обучение и вступите на очень серьезную дорогу, которая называется жизнь с высоко поднятой головой и с хорошими намерениями. Я уверен, что вы все займете достойное место в обществе. Окончательные итоги единого государственного экзамена будут подведены после завершения экзаменационной кампании, когда будут получены результаты резервных дней аттестации. Мадина Исмаилова, Даниил Сурков, Управда ТВ.